Альфа-ритмы, бета или, к примеру, капа-ритмы. Есть разные ритмы головного мозга, рассказывают студенты технического вуза Данил и Иван. Они вот уже несколько месяцев плотно работают над созданием нейрогарнитуры, основной задачей которой является определение активности головного мозга. Такое устройство в виде повязки с датчиками, которые снимают сигналы мозга с поверхности кожи головы, мы анализируя эти сигналы, мы понимаем, в каком состоянии находится человек. Мы можем использовать устройство для обеспечения промышленной безопасности, например, то есть, например, для водителей грузовых автомобилей во время транспортировки, чтобы отслеживать, не устал ли водитель, не уснул ли. Если устройство все же зафиксировало, что человек устал, гарнитура даст об этом знать. Появится характерный сигнал. Его с поверхности головы воспринимают датчики и вся картина на экране компьютера. В будущем, говорят студенты, разработка станет беспроводной, и сигнал об утомляемости будет подаваться на смартфон. И изначально это был браслет вообще, который вместо электроэнцефалограммы использовал ЭКГ данные. Но потом мы поняли, что этих данных недостаточно для поставленных задач, и браслет постепенно перекочевал на голову. Самое главное – это определить зоны, где размещаются электроды у нас. Это две основные группы – на лоб и затылочная часть. Сейчас студенты нацелены на усовершенствование устройства. Следующий этап – его тестирование. Но а в отдаленной перспективе – создание образцов для широкого круга потребителей. По мнению разработчиков, использовать прибор по оценке активности мозга не помешает сферой логистики. Особенно водителям-дальнобойщикам в тяжелой промышленности для тех же айтишников, которые долго сидят за компьютером, а также киберспортсменов. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.